всем привет 19 августа если не ошибаюсь утро 7 часов вещаем пути дороги на работу погода пасмурная влажная не знаю сегодня наверное нас добьет по крайней мере это сто процентов ничего не получится с обеду же смотреть надо по факту как будет похода развиваться сейчас утра наверно сделаем рейс а может быть и два за год контору повезем опять на продажу рапс или на хранение не знаю в общем повезем сейчас потому что там есть насортированная так что увидимся скорее всего уже с вами в мазе ну как было договорено встретились мы в мазе с вами друзья начались погрузченные работы рапса мне в кузов так мужики засыпают периодически приходится подъезжать погрузки так он самоходно движущийся и отъезжает постепенно по ходу погрузки нас радиаторик прикрыть кордон принес не успел сейчас приладим там так накладную мне выпустили там еще до 1 наклада дядь фиде лежит попозже он еще отвезет машину там больше народу к машин особо и не будет как-то так в общем то что взяли у меня анализ проставили меня первый подъемник опять вписали вообще сегодня что-то глухо никого практически нету ни машин ничего тишина в общем один так вот зилок стоял на анализе ну и сейчас вот он стоит здесь зил и что-то ворота у весовой закрыты покажется так что будем ожидать знать не стою мало ли поесть узелков ручники не в пизду не то что на мази то пропускать начали время без 29 вечера кроме наших местных вот машин никого нет вот впереди зил и сзади еще один зил 130 я посередка тоже с рапсом они главное чтобы сейчас на подъемнике меня пропустили погрузились шустро зилы даже там четко пались то лишь ну зилы на подъемник сваливали а я сбок в кучу в отверстие такой в асфальте морю подбираться будет сейчас здесь еще отвезет вот пасмурно 7 в поле блин неизвестно как на версии не поет уборка не забыла погода наладится так что возможно еще машинку то мы и свозим после дяди феи а так пока что все едем на базу еще одну машину загружают мне а ты чон сортировку нахлад налажив приезжал что я смотрю что ты после смены и уяришь я тут ебал блять дома да 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 я стоял то что мы тут да я так и понял что на потоцикле за это мы поехали конечно ну да ну да с вот ну 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 а ну но ну 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 что, поедем еще. Еще на рейсик отвезем. Полную машину грузили, кстати. Я думал, меньше будет, а там еще куча добротная осталась, на полмаз точно. Поедем. Он пристелится. Я всегда пристегнут ещу, даже на лазики. Везем Алексея домой. Он сегодня скалы мил, ненормированный у него сегодня. Ты как будто в свинарнике работал, а тебе запах стоит. Как будто ты в свинарнике работал. Не знаю, прям, ты козу не водил с утра? Водил, да. Вот уже я тебе спошел. Козлом от тебя паскает. Фу, блядь. Паркнот ебаный. Как форсунки. Как форсунки. Ты немножко, не закрывай. Приоткрывай. Козлячий. Да. О! Я думаю, как-то мы и не очень едем, а мы, конечно, на пятой. Паркнот ебаный. Приделся? Нет. А там машина тоже поднялась. Где кто поднялся? Да практически. Да успели бы. Да успели бы, нахуй, глянь какая-то хуйня-то. Там гаишники, нахуй. Какие две машины. Вообще пиздец. ДДПС какие, видал? Форды. Дождем, блядь. А это распространяется. А может, не поворотнику, блядь, а? Ничего не включил, ага, блядь. Ну, быстренько больше, блядь. Блядь. У нас она, нашла. У нас, нашла. Блядь, два экипажа, блядь. Да. Билу, если они сейчас у нас в поселку в страны, блядь. Ну, почему? Потому что у тебя, кроме Папрафы и путевого листа, ничего нет. Че надо сказать? Страховка должна быть, да. Иванченко застал ехать и отмазать. Алексея завезли. Пришлось проезжать через поселок. Сейчас опять выйдем на Кружную. Очень приятная новость. Гаишники стоят на перекрестке, который ведет на Рязанскую трассу, на Кружную. В общем, хороший Ford стоит. Еще Priora стоит. О, два экипажа, красота. А у нас ни хера с собой нету. Тут права, правда, есть у меня. Ну, ладно. Вся, посмотрим. Посмотрим. Знак стоп. Остановимся. Посмотрим. Принимают меня. Сейчас будут общаться. Эх, ё-моё. Здравствуйте. 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 Да, страничка меня. Нам ничего, нормально. Всё. По пределу. Так красиво мы отделались, я вам скажу. Блядь, всех принимают, да? Ну, интересует только пьяный, я так понял. Видишь, залез, понюхал в кабине, блядь, не пахнет. Можешь ехать, но. У меня, правда, кроме прав, ничего нет с собой. Ну, ещё путёвку, вот, за год верну, блядь. Ну, и отлично. Первый раз мне тормозят, вообще, блядь, за всё время службы. За время службы в хозяйстве, я имею в виду. Акқу. Акқу. Чтобы лаки. Акқу. Вам, никаких раз, без vogоварėл меч Carol's. Так, тары 15,920. С лесов аккуратно съезжаем. А то у меня был такой случай, когда я тут как и за ноблик, я отругались за это. Так, вот она первая сушилка наша, первый элеватор. Сушилка, это вот что, конструкция большая. Подъемник, вот он. Либо, как тут написано, приемная точка номер один. Там вот дальше виден подъемник номер два. Ну, или приемная точка номер два. Вон вторая сушилка. Ну и третья сушилка новая, которая отгорела, которую отремонтировали. На подъемник не загоняюсь. Ну, не на сам подъемник, естественно, а как я в прошлый раз сваливал, кто смотрел. Блядь, да что ж такое? А с утра я свалил вот эту кучу, которая перед вами. В scanе! Смотрите продолжение в следующей серии. Все, поехали. Теперь извешиваем тару. Пропустим охранник. Итого 8 тонн ровно. Итого 8 тонн ровно. Дня, обедали. Дядя Федя со сторожем Евгением Васильевичем играют в карты. Константин лазит в телефоне. Находимся на базе нашей. Помогал после второго рейса сортировать рапс со сторожами. Двоем им тяжеловат приходится. Рапс сырой, горячий. Стоит на одном месте. Не то, что приходится самоход постоянно включать. Там приходится загрузочный транспортер выключать. То и дело. Потому что все содержимое, вся масса начинает идти в отходы. То есть решет не успевают протрясать. Решет забивает сильно. Овсюгон. Много стручков зеленых. То есть вообще горячий. Так как рапс уже пролежал двое суток. Стоит стеною. Вообще жесткая картина. Но ошибается, конечно, сильно. Мусор, видите, да. То есть горячий вообще мрак. То есть вот если вот так вот погребсти, смотрите, что получается. Вот так вот. Видите, стеной стоит. Гляньте, что есть. Он прям теплый. Теплый. Вот так вот его рассматривать. У него же такие плесневелые есть волокна. В общем, такая вот культура, блядь. С причудом. Ну, берут. Берут неплохо. 19 рублей за килограмм. То есть тонна 19 тысяч. Рубль скидывает за влажность. И вот и все. То есть, ну, там, не знаю, сколько там, блядь, процентов. 7, что говорили. 8. Уже сортированный. Вот сортированный, холодный. Так в трубу засовываешь. Уже такой, блядь. Это сортированный вчера. То есть все, что сортировано сегодня, вот теплый. Ну, это та машина, которую я привез вчера из-под Олегова комбайна. Когда он очистил барабан забитый, он смог выгрузить мне позавчерашнее. Ты что цыган тут ходишь? А? Шшшш. Гад. Брехучий. Она как раз ночь у Олега в бункере томилась потом. Ее привез вчера, дождь влил. Ну, ты вообще-то здесь борт будет такой, блядь, поганый немножко. Да возьмут нафиг. Ну, ладно, часа прям половин только. Еще полчаса посидим. Я, наверное, еще один рейс сделаю. За год зерна отвезу. Тут уже насортирован, в принципе, мне хватит. На машину. Так что, скорее всего, еще прокатнемся. Поехали. Время... 15 минут второго. Ну, как раз должна была уже открыться организация после обеда. Пока никого там нет, надеюсь. Все, едем. Дядь Федя и Костя уже уехали в Рженеевку. Не знаю, тебя, может, попробуют с обеда. Ну, погоды нету, ни солнца, ничего вообще. Вон, даже грязь точнее высыхать не начала. В общем, уборка сегодня, наверное, не пойдет. Начальство въехать не стоит. Пшеница мягкая. Я помогаю сторожам сортировать. А делать нечего. И здесь, кроме нас, еще Максим Сергеевич и больше никого. Все дам выражение. Ну, и два тартариста культивируют поры. Адин, а два тартариста культивируют観ету. Сейчас на столько. А, два тартариста культивирует. И Dinge урожде! Вот так у нас отдыхают трактористы. Жизнь не равна. Стакан даль? Это под что тебе? Под ячмень? Под ячмень. Так, пойду, ладно, машину насортирую, еще рейс надо сделать. Я снова в заготконторе, друзья. Я сегодня один работаю в хозяйстве. Бля, хмуха, какая тут хорошая дорога, ужас. Прямо 4 часа вечера. Объезжаем в лабораторию, приехали, смотрю, КамАЗы, ну и все 62-го региона наши рязанские КамАЗы. С горохом стоят, мне сказали. Но у них пока полностью анализ не возьмут, то есть целиком. Их не пустят. Если у нас договор спрючен, то есть у нас раз померили, в принципе, все сходится. Вот берут просто такой быстрый анализ на засоренность, на влажность. Как бы, а у них сейчас такой подробный на проверке горох идет. Хорошие КамАЗы, новые. А так, в принципе, ни в очередении, никого на весовой нету. Да даже и были бы эти КамАЗы на весовой, в принципе, что хорошо, что это горох, и они бы разгружались где-то в другом месте, не там, где я. Ну, в общем, все как обычно за эти дни. Весовая, контроль и подъемник. Ну, ни хера себе на элеватор какой заехал аппарат. Китай, блях, мух. С рабцем. Ё-ма, это после него мандец будет. Может, мне разрезают в эту кучку сыпать, как я в прошлый раз сыпал. Да. О, дядь Федя приехал. Время 15 минут. Шестого. Следом Костям приехал. Мы сортируем. Погода ненастная, пасмурная. Так что, как-то так. 20 минут седьмого вечера. Вечером заезжались. Еще раздавили. Бутылочку. Оказывается, они пока ремонтировались, пока не молотили, пригубили. Ну и спалились они первоначальником, правда. Он нам особо ничего не сказал. Есть еще что сказал, забрать какой-то чайзу Альсик. Мало ли уедет тут хоть нибудь. А так все нормально. На сегодня все. Увидимся завтра. Поведем опять зерно. За год зерно. Как так. Ну что, всем пока. Увидимся. Надеюсь, заторг погода лагится. Субтитры добавил DimaTorzok. Продолжение следует...